Азамат Тутуналиев на протяжении 10 лет работает водолазом-спасателем. Благодаря безупречной карьере он сдал все нормативы в указанный срок. Есть три точки нормативов. На первой точке погружаемся в воду. Перед тем, как выйти из воды, мы должны обследовать периметр. Если человек остался под водой, то мы должны реагировать в соответствии с определенными нормами, которые необходимо соблюдать. Подобные мероприятия являются действенным при спасении граждан в зимний период, поскольку спасатели быстро адаптируются к работе в холодной воде. Ведь спасатели должны быть готовы к погружению всегда. Мероприятия, подобные сегодняшние, мы проводим часто и при разных погодных условиях. Наши спасатели должны быть всегда в боевой готовности. Наши спасатели, несмотря на разные тяжелые ситуации, выполняют свою работу четко. В неделю два раза мы проводим практические занятия. Отметим, водолазы-спасатели проходят медицинский осмотр два раза в год, так как медпоказатели у них всегда должны быть идеальными. Мы даем разрешение на погружение, если у спасателя нет температуры. Если давление выше 130, то разрешение не даем, так как под водой есть давление. С начала года водолазы-спасатели обнаружили и передали родственникам 82 тела погибших. Водолазы МЧС сейчас работают во всех регионах страны. Отметим, в водолазной службе работают более 10 спасателей.